Добрый день! С вами сегодня руководитель Степногорского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Голюзана Риханна Барнович. Я вам расскажу кратко об эпидемиологической ситуации по инфекционной заболеваемости в нашем регионе. На сегодняшний день эпидемиологическая ситуация по инфекционной и паразитарной заболеваемости в Степногорском регионе сохраняется стабильной. После 2,5-месячного перерыва у нас отмечается небольшая регистрация новых случаев коронавирусной инфекции. Так, с июля текущего года у нас в Степногорске уже зарегистрировано 4 новых случая заболеваний коронавирусной инфекцией. Все они зарегистрированы среди взрослых. Из 4-3 случая это завозные. Заражение произошло за пределами города Степногорска, это в городе Кокшетау, в городе Норстан и в Турции. Но всего за прошедшие сутки по республике Казахстан зарегистрировано 820 случаев, а по Акмолинской области 27 случаев. Отмечается некоторый рост заболеваемости именно по республике Казахстан. Вы знаете, город Алмада находится у нас в желтой зоне. В 2022 году подъем заболеваемости отмечался у нас с середины января по конец февраля, когда в среднем за сутки у нас регистрировалось до 100 случаев COVID-19. Ну и повторю, что последний случай у нас COVID-19 был зарегистрирован в марте текущего года. Мы знаем, что коронавирусная инфекция – это инфекция вакциноуправляемая. И одно из важных и главных профилактических мер защиты против данной инфекции является получение вакцины от COVID-19. На сегодняшний день в Степногорском регионе получили вакцину, вакцинированную первым компонентом, 33 193 человека. Получили оба компонента, два компонента, 31 049 человек. И получили ревакцинацию, то есть через 6 месяцев после окончания полного курса вакцинации, 10 775 человек. Ну и в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан, за номером 25 от 23 мая 2022 года, началась повторная ревакцинация против COVID-19, которая проводится лицам, получившим первую ревакцинацию с интервалом в 6 месяцев после предыдущей профилактической прививки против коронавирусной инфекции. Вакцину можно получить в прививочных кабинетах филиата ТО «Виамидис» ежедневно с 8 утра до 8 вечера. На сегодняшний день имеются следующие вакцины от коронавирусной инфекции – это Камернати, Казвак и Веросель. На сегодняшний день в Республике Казахстан отмечаются некоторые подъемы заболеваемости менингококковой инфекцией. Всего с начала года зарегистрировано по Республике Казахстан 171 случаев сирозного менингита. Из них 80% заболевших – это дети в возрасте до 14 лет. Что же это такое менингококковая инфекция? Это острые инфекционные заболевания, проявляющиеся разнообразными как по характеру, так и по тяжести клиническими проявлениями. От назофарингита, то есть воспаления ротоглотки и простого носительства, до генерализованных форм. Это гнойного менингита, то есть воспаление оболочек головного мозга, и менингоэнцефалита, то есть воспаление мозга и оболочек мозга. Возбудителем менингококковой инфекции является несирия менингитидис. Она неустойчива во внешней среде и плохо переносит факторы внешнего воздействия. Менингококковая инфекция передается только от человеку к человеку, воздушно-капельным путем. Возбудитель размножается на слизистой оболочке носоглотки, спинномозговой жидкости, может быть выделен из крови и пораженной кожи. Источником инфекции является человек. Человек, болеющий менингококковой инфекцией, либо здоровый носитель менингокока. Больной наиболее заразен в период начала болезни, особенно когда имеются катаральные явления в носоглотке. Здоровые носители без острых воспалительных явлений в носоглотке, они менее опасны, но однако число их во много раз превышает число больных. Поэтому не исключается, что фактором заражения являются в основном здоровые носители. Менингококковая инфекция встречается в любом возрасте. Но 70-80% заболевших это дети в возрасте до 14 лет. И особенно опасна эта инфекция для детей в возрасте до 5 лет. Но грудные дети в первые 3 месяца имеют естественный иммунитет, полученный от матери, и редко подвергаются заражению и иску заболеваниями менингококковой инфекцией. Восприимчивость менингококковая невысокая. Заражаются где-то 10-15% лиц, которые проконтактировали либо с носителем, либо больными менингококковой инфекцией. Влияет на заражение на менингококковую инфекцию такие факторы, как длительный контакт с больным либо носителем. И скучность в помещении, то есть общение большого количества людей в замкнутом пространстве. Прослеживается семейная предрасположенность к менингококковой инфекции. Характерны периодические подъемы заболеваемости. От 8 до 30 лет. Предвестником подъема заболеваемости является увеличение восприимчивой прослойки населения за счет родившихся детей. Снижение иммунитета у взрослых и нарастание числа носителя менингококков. Заболевания регистрируются в течение всего года. Но наибольшая активность данной инфекции проявляется в зимний-весенний период. Летальность от менингококковой инфекции достаточно высока и зависит от возраста заболевшего. Дети первого года жизни и лица пожилого возраста с сопутствующими заболеваниями болеют более тяжело и чаще имеют летальный исход. Большое значение в исходе заболевания имеют своевременность диагностики и правильно проведенное лечение. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней. Течение менингококковой инфекции без лечения тяжелое и длительное. Обычно до 4-6 недель, но может затянуться до 2-3 месяцев. Нередко болезнь протекает волнообразная с периодическими периодами, то улучшение, то ухудшение. Как же предупредить менингококковую инфекцию? Существуют вакцины против менингококковой инфекции. Но данная вакцина в национальный календарь перевивок не входит. Ее можно получить по желанию, обратившись в лечебную профилактическую организацию. Рекомендуется вакцинироваться лицам, выезжающим на хадж, так как отмечается большое скопление людей и высокий риск заражения менингококковой инфекции. Существуют не специфические меры профилактики, как при любой другой инфекции. Это укрепление иммунитета, то есть принятие водных процедур, соблюдение режима дня, правильное питание, исключение вредных привычек, прогулки на свежем воздухе, частое проветривание помещений и влажная уборка помещений, избегать мест массового скопления людей, чаще мыть руки, избегать переохлаждения. В случае простудных проявлений у взрослых необходимо пользоваться наразными масками. В помещении, где находился больной, необходимо проведение ежедневной влажной уборки, частое проветривание. В детских учреждениях необходимо обеззарашивать воздух бактерицидными лампами. Недопустима скучность детей в спальных помещениях. Все лица, общавшиеся с больными в семье, в коллективе, в течение 10 дней должны подвергаться медицинскому наблюдению и обследованию на носительство менингокока. Помните, менингит – это болезнь опасная, с тяжелыми осложнениями. Соблюдая несложные, неспецифические меры профилактики, можно предупредить заражение данной инфекцией. Благодарю за внимание.